Что касается MLM в целом. По поводу MLM есть такая идея, в обществе витает, что MLM что-то вроде сект, в которую заманивают людей, вытаскивают деньги и дальше голых в Африку пускают. При этом нужно понять, что современная MLM это мощная индустрия, в которой оборачивается огромное количество денег, которая оборачивается там частично за счет самой структуры, которая потребляет продукт, который производит, и за счет тех потребителей, которые не являются членами структур, но потребляют этот продукт, являясь постоянными или временными клиентами дистрибьюторов, которые распространяют товары или услуги этих компаний. Главная фишка MLM в том, что потребителю предлагают купить товар по стоимости ниже, чем аналогичный товар, скажем, с теми же характеристиками, которые продаются в обычных магазинах за счет того, что нет складских издержек, нет издержек на маркетинг и рекламу, потому что прямой рекламой занимаются прямые, при прямых продажах дистрибьюторы и так далее. Но может быть главная ценность в том, что люди, которые не могут осуществить в жизни рестарт, получив образование, не имеющее актуальности сегодня, или ушедшие на пенсию, или уволенные по сокращению и не могущие найти себе нишу для своего применения, могут стартовать в этой жизни еще раз, начав с прямых продаж. Ну, в общем, да, действительно продавать это дело непростое, у некоторых есть неприятие буквально продаж, все что угодно, куда угодно, только там хоть на паперть, но только не продавать. Вот есть такие люди, которые почему-то к продаже относятся к чему-то совершенно уже бесчестному, крайняя степень социальной деградации это продавать. Хуже только проституция. Можно такую историю вспомнить, вот, через Амвэй, например, да, когда у людей, думаю, были целые склады продукции, потому что они покупали-покупали и не могли продать. Ну, это совершенно непонятно, зачем ее покупать в таком объеме, если не можешь продать. Мне кажется, система MLM не построена таким образом, чтобы один раз напарить человека и выбросить его за борт. Наоборот, система построена таким образом, чтобы помочь человеку все-таки наладить продажи. Для этого существуют и платные, и бесплатные тренинги внутри компании по продажам, по презентациям и так далее. То есть, существуют мотивационные мероприятия, в которых людям позволяют поверить в себя, в них, их вдохновляют, их поддерживают и так далее. Есть, существует система наставничества, при которой более опытные дистрибьюторы помогают новичкам подняться, развиваться и так далее. Хотя, конечно, есть история, когда человек пришел, попытался, очень большие надежды были, ему так вроде казалось все легко, по красной ковровой дорожке, но ничего не получилось. Он метался-метался по родственникам, так не смог ни одной банки продать, огорченный вышел из игры и сказал, все, обман, ложь и провокация. Вот бы мне сесть в офис, ничего не делать, чтобы зарплату железно, твердо платили, неважно, болел, не болел, ходил на работу, не ходил, работал или сидел в соцсетях, а зарплату все равно получил. Вот в МЛМ так не бывает, доход зависит непосредственно от продаж и если вы хотите развиваться, идти дальше, вы можете формировать структуру под собой людей, которых вы будете обучать, наставлять, вдохновлять. Они будут там по определенной системе, вам будет происходить отчисление от их продаж, небольшого процента, но совокупно это может составить, ну в теории, целое состояние. Понятное дело, что чем ближе вы к вершине этой пирамиды, или точнее к ее основанию, потому что, ну как бы, те, кто начинал, основание пирамиды, острая часть, потом все выше, 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 структура разрастается, возможности заработать в ней становится, конкуренция повышается, возможности заработать в ней становится все меньше, но шансы все равно остаются. Те, кто был у основания, конечно, получают основной доход. Это логично, это прозрачно, ничего в этом нет удивительного, и вы можете даже получить доступ к пониманию того, как складывается доход каждого из членов структуры. Мне лично представляется сама идея очень здравой, практичной, прагматичной и какой-то, ну не знаю, такой усовершенствованный даже какой-то бизнес, доступный каждому человеку. Каждый может развиваться, каждый может расти, массу знаю людей, которые преуспели в этом бизнесе, счастливы тем, что когда-то соблазнились предложением, но есть один нюанс. Многие люди приходят в MLM бизнес, я развернуто отвечаю, потому что этот вопрос часто задается. И это важный вопрос, потому что действительно многие считают MLM бизнес сектой, практически адвентисты седьмого дня. Примерно столько же людей считают, что тренинги это секта, а тренеры это там разводят лохов, какие-нибудь там внушения делают им со сцены. И ну дикарские взгляды все-таки существуют еще в обществе. Так вот, MLM бизнес или многоуровневый маркетинг, как его еще называют. Некоторые люди приходят в него, прослушав презентацию, в которой говорят, первое время побегаешь, попродаешь, но потом потихонечку людей, которым ты продаешь, ты их пригласишь в бизнес, сформируешь структуру и дальше можешь ничего не делать. Ты сидишь себе на Гавайях, а тебе денежки капают, идут отчисления. Ты, значит, состарился, ты можешь передать по наследству, даже в некоторых компаниях можно передать по наследству, можно передать детям, и дети будут лежать на Гавайях, а денежки капают. Ни в одном бизнесе, а в MLM особенно, надеяться, что будешь лежать в гамаке, тебе будут сами денежки капать, не приходится. Люди, кто так думает, всю жизнь бегают с банками. А если ты готов работать, трудиться, отвечать за других людей, готов вкладываться в этот бизнес, ты можешь подняться довольно высоко в этой иерархии, и даже имея возможность лежать в гамаке уже и получать свои дивиденды, все равно продолжаешь неистово работать, потому что сама работа захватывает, получается, появляется спортивный азарт. В этом случае, конечно, можно преуспевать. Вот таково мое мнение, оно основано не на наблюдении, не на рекламе, а на практическом опыте взаимодействия с MLM-компаниями. Я припоминаю, ну, может быть, 3-4 компании из крупных, с которыми я никогда в жизни не работал, никогда не проводил тренинг. Ну, кстати, все еще, о которой говорится здесь, кажется, вы даже видели тренинг. Я недавно выступал, порядка тысячи участников было на этом выступлении, полдня мы провели, без перерыва 4 часа, такой своеобразный рекорд поставил, работы с залом. Очень здорово поработали, я принес след интересных для обсуждения идей. Вы же видели людей, наверняка кто-то из них был не внизу пирамиды, не в основании, а обычные продавцы, наверняка их привели на… Их называют продавцами, называют дистрибьюторами, их называют менеджерами, их называют… Есть разные очень привлекательные названия, бриллиантовые, директор, там или что-нибудь… Потому что они поставили этот бизнес за счет каких-то тренингов, каких-то внушений выше всего вообще, что есть в жизни. Ну, знаете, бывает опять же история, люди теряют семью, теряют все ради того, чтобы купить еще и еще больше товаров и пытаться продать. Ну, знаете, психованные люди есть везде, трудно найти область, в которой их не было бы. И если судить по ним, или все равно, что судить по двум пьяным туристам 9 мая о том, какие русские, да, это же было бы очень несправедливо. Поэтому в любой… Если такие фильтры на вход частые, знаете, есть редкие фильтры, есть частые, да. Вот в MLM, вы не можете в «Газпром» устроиться так просто или на позицию, например, там мерчендайзера просто так взять и прийти. Это нужен очень такой тонкий фильтр, вы должны соответствовать определенным параметрам, у вас должно быть соответствующие образование, внешность, определенные навыки, умения и так далее. В MLM вы можете прийти, если вы готовы продавать и готовы продавать вначале, развиваться, расти над собой, учиться и так далее, вы уже приняты. Вам не могут сказать, мы не берем вас, вы нам не подходите, такого не бывает. Вы можете в любую MLM-структуру прийти, вас примут с распростертыми объятиями, давай. При этом никто не требует у вас медицинскую справку, образование и так далее, и так далее. Может прийти любой человек. Вероятность попадания туда людей странных, не слишком адекватных, оно тоже велико, естественно велико. И поэтому, когда эти люди встречаются, бывают, да, экзальтированные, там, неистово верящие в успех и какие-то, они бывают, но нельзя по ним мерить этот бизнес. В конце концов, у каждой из MLM-структур существует совершенно рациональный бизнес, рациональный офис в центре города с менеджментом, в том числе иностранным менеджментом. Туда так просто не попасть, там действительно конкурс, там действительно высокие зарплаты и возможности. Это абсолютно такая современная деловая бизнес-структура с той разницей, что она не ставит магазины и не сигнализацию там охранников, а просто люди занимаются прямыми продажами. Значит, сначала по родственникам и друзьям, и те, возможно, из жалости покупают, а потом приходят навыки, приходят умения, знакомства, контакты и так далее.